Здравствуйте, дорогие друзья! Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина предлагает вашему вниманию обзор детских книг о почте и почтальонах. Вам письмо. 9 октября отмечается Всемирный день почты. В этот день, в 1874 году, был основан Всемирный почтовый союз. Наши бабушки и дедушки писали друг другу длинные письма. Да и сейчас мы иногда отправляем открытки по почте, если хотим поздравить с праздником родных или друзей из далекого города. Конечно же, есть электронная почта и видеосвязь, но так приятно получить бумажное письмо или посылку. Предлагаем вашему вниманию познавательные и художественные книги про почту, письма и почтальонов. Яков Аким. Неумейка. По городу ходит почтальон с письмом, адресованным Неумейке. Но дети Неумейками быть не хотят. Увидев почтальона, они тут же убирают игрушки, сами одеваются или берут в руки ложку. Может быть, в вашем доме живет Неумейка? Прочитайте ему это стихотворение и увидите, как все изменится. Марина Бабанская. С востока на запад. Путешествие. Письма в бутылке. Что будет, если отправить с Дальнего Востока послание в бутылке? Какие края оно посетит? Что за люди его прочитают? Пётр Круглов, смотритель маяка с самого востока России, отправляет такое письмо и запускает удивительную переписку. Его послание содержало просьбу, пусть каждый, кому оно попадет, ответит на него классической почтой и расскажет о себе, где человек живет, как проводит время, какие традиции есть в семье. Причудливым путем по воде и суше бутылка странствует от Приморья до Финского залива, оказываясь в замечательных, порой в диковинных местах. И отовсюду смотрителю маяка отвечают жители разных краёв России. Обычаи народов Калмыкии и Кабардино-Балкарии, редкие навыки, необходимые для выживания в Якутии и на Чукотке, культура жителей старинных городов, вроде Казани и Тутаева, всё это попадает на страницы книги. Писательница Марина Бабанская и художница Наталья Карпова объединили усилия, чтобы поведать об удивительных местах и многочисленных народах России. Белл. Поезд в невероятные места. Поезд в невероятные места – это удивительный почтовый экспресс, который может доставить посылку в любое место земного шара, хоть на дно океана, хоть в открытый космос. Однажды этот поезд появляется в доме Сьюзи. Она получает ответственную должность заместителя начальника почтовой службы. Но её первое задание – сразу же ставить её в тупик. Нужно доставить посылку адресату, но сама посылка – против. Балькон. Потерянное рождественское письмо. Вы ещё не знакомы с зайцем-рыцарем и медведем-лакомкой? Тогда вам непременно нужно познакомиться. Скучно с ними точно не будет. С зайцами-медведем постоянно что-нибудь случается. Захватывающие приключения ждут друзей на каждом шагу. Недаром они живут в волшебном лесу. «Отзывчивые и смелые герои всегда готовы прийти на помощь». Джулия Дональдсон «Мишка-почтальон». Эта книжка-картинка для самых маленьких. Мишка решил позвать друзей на день рождения. Один друг живёт в дупле, другой – возле пруда, третий – в норе. Мишка лично написал приглашение и отнёс их друзьям. Простая, милая история. Кстати, её можно сделать познавательной, посчитав количество друзей. Можно поговорить о лесных животных, вспомнить ингредиенты, из которых Мишка собирался готовить пирог, а также сколько ему исполняется лет. Особую прелесть сказки придаёт подвижные элементы, которые можно открывать и стучаться в двери, поднимать половички, заглядывать в окна. Андрей Дубровский. Вам письмо. История почты от скорохода до интернета. Какой была почта раньше, в давние времена? Андрей Дубровский предлагает юным читателям отправиться в путешествие во времени и узнать, как звук, огонь, дым, птицы служили людям в качестве почтальонов, побывать на почтовых станциях Древнего Китая и Греции, прокатиться с русскими мщиками. Вы удивитесь, когда узнаете, какой долгой и интересной была история почты. Марьянна Дюбюк. Каникулы почтальона Мышкин. Семейство мышей отправляется на каникулы, но прихватывает с собой большую тележку с посылками, в которые нужно доставить адресатам. Путешествуя по всему свету, почтальон Мышка со своей семьей побывает в жаркой пустыне и диких джунглях, полетает на воздушном шаре и совершит круиз на огромном лайнере, позагорает на пляже и погуляет в большом городе. А маленькие читатели смогут узнать о погружающем мире и животных, населяющих ту или иную среду обитания. Марьянна Дюбюк. Невероятное перелечение почтальона Мышкин. Вот кто самый отважный почтальон на свете. Почтальон Мышка. Герой книжки-картинки канадской художницы Марьянны Дюбюк. Он отправляется развозить посылки и письма на ракете. Марьянна Дюбюк. Почтальон Мышка. Вы бывали дома у крокодилов? А у пингвинов? Нет? Тогда отправляйтесь вслед за почтальоном Мышкой. Он разносит почту жителям необычной деревни. Гнезда и норы, пещеры и хижины полны забавных деталей, которые расскажут много интересного о тех, кто здесь живет. Татьяна Камзалова. Новогодний почтальон. Случалось ли вам замечать интересную особенность? Живешь целый год, и все дни похожи один на другой. Но как только приближается новогодняя ночь, начинают происходить удивительные события. Видно, такая уж эта волшебная пора. Вот какие невероятные приручения случились с одним обыкновенным зайчиком, который жил в обыкновенном лесу. Олег Корниенко. Воздушный почтальон. Герои рассказов Олега Корниенко любознательные, добрые, отзывчивые деревенские мальчишки. Димка, Федя и Валера. Они научились запускать воздушные шары высоко в небо. А потом догадались прикрепить к шарику письмо. И даже получили на него ответ. А затем выпустили целый почтовый десант, чтобы помочь своему заболевшему сверстнику Саше. Георгий Кублицкий. Куда летит почтовый голубь или история почты? Хотите узнать, как буквы попали в нашу страну? Как дерево стало бумагой? Откуда пришло к нам слово почта? Как появился телеграмм? Книга написана доступным языком. Почти на каждой странице есть увлекательные задания, которые вы можете выполнять со своим ребенком. Георгий Кублицкий. Письмо шло пять тысячелетий. Об истории почты, о первых письмах и конвертах, как была придумана почтовая марка и о многом другом живо и увлекательно рассказывает эта книга. Юрий Кушак. Почтовая история. Забавная история об удивительной переписке. Борые медведи и белые медведи такие разные, живут так далеко и так мало знают друг о друге. Но это нисколько не мешает им обмениваться заботливыми письмами и большими посылками. И пусть белые не знают, что делать с медом, а борым ни к чему коньки. Главное, что у дружбы есть верный почтальон. Антонина Лукьянова «От почтового голубя до интернета». Книга знакомит юного читателя с различными видами связи. Почтой, телеграфом, телефоном и интернетом. Сказочные, виртуальные и обыденные реальности, смешиваясь и переплетаясь, увлекательно ведут рассказ о том, как появились эти виды связи, как они работают и какими возможностями обладают. Книга замечательно иллюстрирована и подойдет как детям от шести лет, так и любознательным взрослым. «Самуил Маршак. Кто стучится в дверь ко мне?» Классика, любимая с детства. Стихотворение «Почта» было написано почти сто лет назад. Но и по сей день его интересно читать. Тем более, что именно из этих строк проще всего узнать, как раньше путешествовали письма, что входило в работу почтальонов, обсудить с детьми, насколько изменился мир с тех пор. Узнают маленькие читатели и о том, какими еще совсем недавно были почтальоны и как письма совершали кругосветные путешествия. Михаил Пегов «Почта». От наскального рисунка до электронного письма. Вглубь веков уводит юного читателя эта интереснейшая книга. Автор начинает историю почты с наскальных изображений и первых почтальонов-гонцов в Месопотамии, Египте, Древней Греции. Мы узнаем, какой была почтовая связь в Древнем Риме, в средневековой Европе, в России, каким был первый почтовый ящик, как появились конверты и почтовые марки. Отдельная глава посвящена фронтовым треугольникам времен Великой Отечественной войны. Заключает книгу рассказ об электронной почте, повсеместно используемой в современном мире. Геом Перро. Космический почтальон. Комикс канадского иллюстратора, автора книг для детей и подростков. Это история космического почтальона Боба, который развозит почту по планетам. Каждый день он отправляется по одному и тому же маршруту. Но вот однажды что-то пошло не так, и Боб оказался в совершенно незнакомых местах, странных и населенных какими-то непонятными существами. Надежда Притулина, заяц-почтальон. Жил себе зайка не тужил, но как пришли холода, понял он, что пора работу найти, а то без еды тяжко. Пробовал зайчик, и обувных дел мастером стать, и сторожем, да все не получалось. Хорошо, что сорока надоумило попробовать письма разносить лесным жителям. У зайца это очень хорошо вышло, он же быстро бегает. Поручительная сказка о том, как важно найти то дело, которое тебе подходит, и лучше всего у тебя будет получаться. Широна Рента, «Один день на почте». У медвежонка Алекса есть подружка Полли. Она живет очень далеко, на Северном полюсе. Алекс скучает по своей подружке и написал ей письмо. Хорошо, что папа Алекса, почтальон, и все-все знает о письмах, посылках и бандеролях. Он расскажет сыну о том, какое увлекательное путешествие совершают письма, чтобы попасть по нужному адресу. И письмо Алекса его подружке Полли полетит прямо на Северный полюс. Евгения Русинова Письмо из прошлого В жизни Лёлика все складывается хуже некуда. Разлука с друзьями, переезд, предстоящее появление в семье еще одного ребенка. Да и их новая квартира какая-то странная, словно из другого времени. Именно в этой бывшей коммунальной квартире мальчик находит письмо, написанное много лет назад. Письмо из прошлого. Лёлик строчка за строчку узнает историю мальчишки, своего тезки, жившего здесь когда-то со своей семьей. Как дружил с соседскими детьми тот, другой Алексей, почему подвел товарищей, каким видел свое будущее, Лёлику не терпится дочитать всю историю до конца. А самое главное найти автора письма и узнать, исполнились ли его мечты. Ондржи из Сикора Почта в зоопарке Книга Сикоры Почта в зоопарке знакомит читателей с одним храбрым и отзывчивым голубем, который вместе с героем книги налаживает настоящую голубиную почту в зоопарке Праги. Животным зоопарка очень нравится эта идея, и они начинают писать письма во все уголки земного шара. Из этих писем можно узнать, чему удивляются верблюды, какой сон увидела овечка, на что жалуется бегемот и еще очень много любопытного. Книги забавные и добрые иллюстрации автора. Владимир Сутеев Снеговик-почтовик Новогодняя история о том, как дети написали письмо Деду Морозу и слепили снеговика, чтобы он доставил письмо адресату. Снеговику предстоит пробраться через полные опасности лес, чтобы выполнить важное поручение. Тонтеллиген Письма только для своих. В сказочном лесу все пишут письма. Черепаха-улитки, сверчок-лягушонку, щука-карпу, белый медведь-крокодилу. Эта книга отличный повод вспомнить, как важно писать друг другу письма. А если вы не умеете писать, то письма можно набормотать, надумать или даже купить у совы. Главное, чтобы они были настоящие и честные. Одним словом, письма только для своих. Джон Толкин «Письма рождественского деда». Письма рождественского деда – сказка, которую Толкин рассказывал своим детям на протяжении более 20 лет. Первое письмо написано старшему сыну в 1920 году и последнее – дочери в 1943. Письма приходили на Рождество, и дети на них отвечали. Рождественский дед описывал свой дом, друзей и помощников события, забавные, а порой тревожные, которые случались на Северном полюсе. Это чудесный подарок для каждого, кто хочет узнать Толкина не только как великого писателя, но и великого отца. Андрей Усачев «Почта Деда Мороза». Далеко на севере есть невидимая деревня Дедморозовка. В этой деревне живут Дед Мороз со Снегурочкой и их помощники снеговики и снеговички. Долгую северную зиму снеговики ходили в школу, помогали Деду Морозу в новогодние праздники, а когда пришла весна, улеглись в спячку. Проснувшись, юные Дед Морозовцы с новыми силами взялись за учебу и даже устроили в деревне малые олимпийские игры. А что было потом? Этого никто не знает, потому что потом еще только начинается. Эдуард Успенский «День рождения почтальона Печкина». Сказочная повесть Эдуарда Успенского «День рождения почтальона Печкина» научит маленьких читателей быть благодарными за подаренное. Ребята на примере любимых героев увидят, что не стоит показывать своего огорчения, даже если подарки тебе не понравились. Ольга Фадеева «День рождения» 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 Другое дело залечь в засаде и напугать почтальона. Но однажды бедняга решил задобрить Лизелотту. Что же из этого вышло? Читайте, смейтесь и наслаждайтесь замечательными иллюстрациями. Янош. Письмо для тигра. Письмо для тигра продолжает серию сказок о медвежонке и тигренке, созданную всемирно известным немецким писателем Яношем. Эта книга, ставшая классикой немецкой литературы для детей, рассказывает о большой дружбе. Что делать, если лучший друг ушел по делам, а ты страдаешь от одиночества? Конечно же, отправить ему письмо или позвонить. Даже если для этого тебе придется сначала изобрести почту и телефон.